Ребят, а перед началом видеоролика хотел вам напомнить то, что вышел новый июльский пакет уже, осторожно окрашен, в котором Кернарон Акшен Икс, СТРВ-С1, ФВ-4202 и Пантера М10. Также здесь содержится три стиля, но какой-то рандомно выпадет один, а не все три красивые, у меня вот выпал ВГ-фест. Можно перейти на мой сайт, ссылочка в описании, опуститься ниже и найти этот набор. Он там, можно как его взять, можно взять его, плюс бесшумный охотник, короче, можете перейти и все, посмотреть. Ребят, всем привет, с вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про Кернарон Акшен Икс. Это неспроста, так как вышел новый пакет, этот танк там содержится и по сути, ну да, может быть, они все-таки со стерва посопротивляются, но я считаю то, что Каен это здесь самый главный венец, то есть он наиболее такой, да, актуальный, перспективный премтанк, который многие хотят, у многих он есть на руках, а некоторые думают, а стоит ли его потом выкупать со скидкой или нет, об этом мы сегодня с вами и поговорим. Ну, а по внешнему виду он походит что на девятого коня, что на десятого, но есть, конечно, и различия. Сходство в том, что, допустим, на той же башне, да, вот экранчики такие, как и у того, и у другого, вот, но форма башни как бы немного другая, ком башенка, что у супер коня, что у обычного коня не такая выраженная, они есть, но они немножко по-другому как бы расположены, а так вот, ну, если взгляд прикинуть, то чем-то и походит, только башка вот не такая и пушка как бы подлиннее, но так что-то есть, больше на обычного Каернарона, который у нас на восьмом уровне, но да ладно. Что касается других характеристик, то здесь тоже, в принципе, все неплохо, есть очень-очень хорошие вещи, но в тот же момент есть и плохие. По сути, чем они отличаются от Центриона, потому что многие не понимают 5.1, что от ФВшки, но в особенности можно с Центом сравнивать, потому что Альфа одинаковая, бронепробитие, что голдовое, что основное одинаковое, УВНы одинаковые, по комфортности ведения огня, стабилизация там плюс-минус как бы туда-сюда, время сведения, что у того 2.1, что у этого 2.1, то есть я все поставил, естественно. Точность, вот здесь Каернарвон лучше, у него 0.29, у Цента 0.3. Это все понятно, самое главное их различие это в перезарядке, ну и как следствие отсюда вытекает ДПМ. Если у Центриона с боевым братством, вот полностью экипаж, все, вентиль, досл, все стоит без доппайков, ГД получается 6.16, 6.16, понятное дело, что там можно поставить оборудование, все такое. Здесь у нас с вентилем, с дослом, с боевым братством, без доппайков, ГД 4.85, то бишь здесь ДПМ получается 2850, что для восьмого уровня, для тяжика это прям сверхмного, а у нас 2223, и то есть разница в 607. И ты думаешь, ну все, тогда точно беру Каернарвон Action X, но чем он расплачивается, то есть вот это КД быстро дается не просто так, чем он расплачивается от Центриона, я просто вкратце, это для тех, кто у меня постоянно спрашивает, расплачивается мобильностью, расплачивается обзором, потому что на Цента у тебя есть, как бы, возможность поставить оптику, на Каернарвон Action X нежелательно, лучше со стабом погонять или с той же закалкой, опять-таки. Вот, разница в обзоре, в маскировке, в мобильности, в принципе, в других параметрах. Ну, я считаю то, что башка у Центриона все-таки будет получше, чем у Каернарвона, потому что нет такой ярко выраженной ком башенки. Ну, а теперь мы с вами по порядку. Первое, бронепробитие 226, основное. Основной снаряд у нас стоит 680, что, я считаю, довольно дорого, потому что, если сложить 460, и снаряд будет 1300 стоить, ну, что-то как-то дороговато получается, поэтому я считаю, что это дорого. Но при этом скорость полета 1200, 1020 точнее. Вот, не могу сказать то, что это прям такие снаряды, все, вы не будете фармить, вы будете фармить, но я считаю то, что можно было сделать где-то 250. Ну, то есть там будет 5-6 тысяч, как бы, была бы экономия, не особо заметно, но просто вот я вот такой вот принципиально, скажем так. 4400 голда, опять-таки, да, альфа 230. Блин, пробитие 258, но летает снаряд 1275. То есть, в принципе, со снарядами проблем нету, хэш-фугасов у нас здесь никаких не имеется, у нас обычный осколочно-фугасный снаряд, потому что калибр 83.4, и, как бы, 42 пробитие, 280 альфы. Поэтому возить их с собой можно, но у нас бойкомплект не такой огромный, поэтому на свой страх и риск, но я вот сколько играл, а мне они вообще ни разу не пригодились. Может, штучки 3 возите, там появится, условно говоря, какой-нибудь скорпион, скорпион, потому что разница, что 230, что 280, 50 очков. Ну, как бы, есть риск того, то, что ты можешь не пробить. То есть, вот стрелять только в самая ярко выраженная цель, которую вы знаете, что точно пробьете. Далее, пушка на 10 градусов не сопускается, это мега комфортно, это удобно, игра от УВНов и все в этом духе. Точность 0.29, не худшая стабилизация, но ты, вот сводка 2.1, ты постоянно сводишься. То есть, он, вроде бы, ты вот так вот ездишь, все хорошо, но когда нужно что-то выцелить, нужно прям вот постоять, прям вот подольше. Поэтому комфортность хорошая, я бы, вот, по пятибалльной системе для тяжика восьмого уровня я бы 4 поставил. Может, даже где-то больше к 5 тяготеет, но очень, возможно, слабая пятерка, либо четверочка твердая. Вот так. 1500 хп, и опять-таки, можете убрать стабилизатор, вы будете дольше сводиться, но при этом поставить сюда улучшенную закалку. Либо же убрать вентиль, оставить досылатель и поставить сюда стабилизатор. Тогда у вас будет стабилизация, но при этом будет КД почти 5 секунд. Да, в ДПМе вы потеряете, вы потеряете в сведении, вы потеряете в обзоре, он будет 410 метров, это с орлиным глазом и радиоперехватом. Но, при этом вы получите 1650 хп. Ну и плюс там 65 к прочности, от урона при падении, к скорости ремонта, бла-бла-бла. Можно и так покатать, но я катал с вентилем. Вот, на мой взгляд, на этот танк улучшенная закалка мне, ну, не особо пришлась. То есть, мне вот именно вентиль. Понятное дело, что вы можете поставить, скажем, сюда доп. паёк и заменить свой вентиль, который был, да, он даже ещё хлеще будет. Но если вы, допустим, берёте закалку и с доп. пайком с вентилем, то КД 4.6 ДПМ уже почти 3000, почти 3, там, 2969. При этом у вас точность 0.28, что очень хорошо. И обзор 441 метр. И вообще, то есть, как бы закачаться вот здесь, доп. паёк, он даёт очень большой прирост. Вот. У нас при этом 36.3 максималка, максималку набирает быстро, потому что у нас удельная мощность 14.5 кобыл. Это, в принципе, для... Ну, я не могу сказать то, что для супер-СТ, прям это будет быстро. Но, в принципе, вот так вот по уровню пройтись, это более-менее неплохая такая удельная мощность. То есть, даже где-то какие-то СТ-шки с такой ездят. А у нас всё-таки тяжик, и он весит при этом 70 тонн. То есть, это со всем оборудованием, со снарядами, с экипажем. 70 тонн. То есть, это много. Это предельная масса машины. И при этом вот 14.5 кобыл. Назад, правда, 12 не особо быстро. Это прям туговато, на самом деле. Да, это не 15, не 20, как есть у некоторых. Вот. На месте он ворочается тоже не самый медленный. Маскировка есть, но на ней заостряться не стоит. И вот обзор. Обзор у нас-то базовый. Он неплохой идёт сам по себе. Да, если всё поубирать, то у нас обзор 380 метров. Для тяжа это неплохо. Если ставить сюда вентиль, боевой братстварь, линоглаз, радиоперехват, доп. Паёк. У нас получается 441 метра, и уже мы можем светить. Хотя, казалось бы, да, многие могут сказать, да кого ты там будешь пересветить? Но хотя бы, хотя бы, играя с шестыми, седьмыми уровнем, да даже с восьмыми, условно говоря, с и сами третьими, с ИСом третьим, с КВ-4, с любым танком слепым, вы пересветите вот как раз за счёт этого обзора. Поэтому обзором никогда пренебрегать не нужно. Это плюс. В принципе, по всем характеристикам, по мобильности, мне он нравится. По обзору тоже, по пушке, да. Возможно, не каждый сможет от такого маленького ДПМа играть. Вот знаете, как игроки делятся на Е59 уровня на две стороны. Кто-то играет на пукалки, да, у которой там 240, то есть с восьмого уровня, но при этом там ДПМ просто страшнейший, там, когда что-то 4 секунды и по 240 выписывать, ну, то есть это прям жёстко. А кто-то играет с альфой в 390. Да, вот так же и здесь. Кто-то сможет сыграть от такой вот маленькой альфы, а кто-то не сможет. Ну да ладно, давайте перейдём к последнему, а именно это у нас броня. А здесь у нас получается как и большие плюсы, так и большие минусы. Во-первых, нижний бронерист, как у всех британцев, это очень уязвимое место. Оно легко убивается, там 107. Короче, 100 миллиметров, то есть это не проблема вообще даже для шестых уровней каких-нибудь ЛТ. Это вообще не проблематично. Верхний бронерист вот здесь уже более-менее крепко, но, как бы, танк-то высокий сам по себе, но верхний бронерист, он не такой прям, знаете, не очень. Он высокий, можно так сказать. Но против, условно говоря, ИСО в шестых и прочих-прочих машин он может потанковать. То есть здесь то же самое, как на Цинте. Только на Цинте 120 миллиметров приведенка, а здесь вот 130. Поэтому этот бронерист где-то 220 миллиметров. То есть ИС-3 раз через раз будет суббивать. Даже с большей вероятностью он пробьет это где-то процентов 70 на 30, то, что нет. Но, грубо говоря, иной раз довернули, да, и там 240 и все такое. То есть может потанчить довольно неплохо. И с этим проблем нет. Что касается танкования ромбом, тоже можно. У нас борта, хоть и не самые, конечно, крепкие, там по 50 миллиметров, но при довернутой броне можно поставить, естественно, под рациональным и нормальным углом, а не сверх доворачивать. Вот, это да. Но сзади, что башня, что как бы корпус пробивается легко. И вот броня башни. Что у нас здесь? Здесь, конечно, жестко. Есть вот, допустим, места, куда казалось бы, да, я вот сюда буду кидать. Есть вроде бы и 238, где можно пробить. Да, условно говоря, само АСМ, Лёва могут на основных снарядах. Но здесь же рядом просто пару миллиметров и здесь 380. Это когда танк стоит, а будет он мансовать, пробить туда, попасть будет сложно. То есть на голде можно центриона пробивать легко. Можно, в принципе, в башню выцеливать и все такое. Но в то же время он может и по Т-10 потанчить, как бы, в этой башне. То есть здесь поскольку-постольку. Вот. Но в то же время здесь проблема с огромной комбашенкой. Фиг с ним там с этими миллиметрами. Они-то плюс-минус для этой башки неплохие. Но огромная комбашенка, которая, ну, в которую попадает. Если взять обычного Каэрнарвона или взять, условно говоря, Цента, ФВ-шку. Ну, ФВ-шку, ладно, у него там чуть по-другому строение башни. Она, кстати, похожа на Каэрнарвона. То есть, если взять центриона и Каэрнарвона, обычного, у них с этим, как бы, все получше, и они танкуют. А вот здесь этого нету. И в этом-то и кроется проблема, то, что его вот сюда и пробивают. Поэтому это тот речащий случай, когда обычный танк восьмого уровня такой же тяж Каэрнарвона лучше, чем его премиум на собратец. Такого уже давным-давно не было. Сравните, не знаю, ИС-3 там с защитником или с Лысым его, условно говоря. Куча других там Бурасков, СТ, или там, не знаю, какие-то ЛТшки и прочее-прочее. То есть, ну, уже давным-давно как бы премтанки лучше. А вот здесь тот случай, когда обычный Каэрнарвон лучше будет и по Альфе, и по ДПМу, и по всему. Поэтому, ребят, как-то так. В принципе, по броне дан танк неплох, но он, звезд неба, не хватает вот именно из-за комбашенки. Так бы он танчил хорошо. Поэтому обязательно возьмите, если будете этот пакет брать, то убирайте, на мой взгляд, Каэрнарвона и выбирайте СТРВ. Конечно, можете взять ФВЭшку, потом потестить ее и получить за рефералку. Дело ваше. Но если что, ссылка в описании, перейдите на сайт, все можете глянуть, посмотреть. Всем спасибо, обязательно подпишитесь на мой канал, приходите на стримы, это 100%, вот колокольчик и до новых встреч. Пока-пока.